Я думаю, дело все-таки кончится тем, что он в какой-то момент совсем потеряет берега, даст приказ о том, что необходимо начать ядерную бомбардировку того или иного города, и в этот момент его собственные подчиненные откажутся выполнять этот приказ, и его самого арестуют. Я думаю, примерно так все закончится. Вот так вот, да? То есть, точкой перелома всей ситуации будет попытка его применить ядерное оружие. Я предполагаю, конечно, не могу знать. Принцип двух ключей, если мне память не изменяет, что помимо президента решение должен принять еще и министр обороны и начальник генерального штаба. Ну, я не знаю, как именно это сейчас организовано. Раньше вроде бы было так, сейчас там могли измениться протоколы. Я думаю, скорее всего, Путин переписал, что он сам отдает приказ. Но в любом случае, я думаю, что все равно какие-то люди непосредственно должны будут нажимать на кнопку, я думаю, на эту красную кнопку пресловутую, я думаю, они откажутся это делать, потому что, ну, если прямо уж совсем по-серьезному, то действительно существованию России никто и ничто не угрожает, поэтому, в общем, нет у них никакого резона запускать свои ядерные ракеты против Украины, Польши или уж тем более Америки. Иван, скажите, пожалуйста, завтра будет саммит НАТО, на котором будет присутствовать и Джозеф Байден, и он также встретится с президентом Польши Анджием Дудой. Чего мы ожидаем от этого саммита? Потому что мы слышали, что призывают НАТО ввести миротворцев в Украину, и Польша уже согласна это сделать. Насколько реалистичным является этот план на фоне того, что уже Венгрия сказала, что они будут блокировать этот вопрос, также Германия заявила, что они выступают против. И если все-таки их кто-то или что-то переубедит, чем может закончиться вот такой шаг введения миротворцев НАТО в Украину? Я предполагаю, что, скорее всего, не будет введения миротворцев именно НАТО. Я думаю, дело кончится тем, что Польша ведет своих солдат, своих офицеров, свои войска, возможно, на территорию Волыни или еще куда-то. И то только в том случае это произойдет, если, скажем, Беларусь именно решится вступить в войну. Польша скажет, нет, если Беларусь вступает, то и мы вступаем. И таким образом Польша попытается защитить города такие, как Луцк, как Ковель, от всего того, что сейчас мы видим в Мариуполе. И Польша, я думаю, сделает заявление, что это делает она не от имени НАТО, а от своего собственного имени. Это один вариант. Второй вариант, мне кажется, еще более веселый. Если же Беларусь действительно пытается начать войну против Украины, вот там на Волыне, то Польша может совершенно спокойно сделать примерно то же самое, что Россия делала в 2014 году. То есть нанести удар такой массированный по наступающим войскам, посшибать самолеты, все там, не знаю, белорусские, российские, и сказать, вы знаете, это не мы, нас там нет. Покажите хоть одного польского солдата на украинской территории. Это украинцы купили какие-то, значит, себе противовоздушные комплексы, в любом военторге продаются, и это все они сделали. Мы тут совершенно никакого отношения к этому и не имеем. Я вот думаю, что вот эти два варианта, либо будет участие чисто польское, либо поляки даже вот таким образом поступят. Бить врага и лужа оружием. Но вот вы обратили внимание на то, что происходит сейчас в Польше. Поступили сообщения сегодня, что высылают несколько десятков российских дипломатов. за деятельность, несовместимую со статусом работников дипломатического представительства. Вчера, как утверждают очевидцы, над российским посольством в Варшаве поднимался густой дым. Судя по всему, уничтожали какие-то секретные документы, что позволяет предположить, возможно, они готовятся, в принципе, к разрыву дипломатических отношений и к эвакуации всего посольства. То есть, такой сценарий ведь, наверное, тоже нельзя исключать, что в ответ на массовую высылку российских дипломатов из Польши, Россия разорвет отношения с Варшавой. Как вы думаете? Естественно. И более того, сегодня кто-то, по-моему, Лавров даже говорил, что если Польша попробует каким-то образом вмешаться в эту всю ситуацию, то последствия будут абсолютно какими-то непредсказуемыми. В общем, он угрожал войной между НАТО и Россией. Но я думаю, поляков, так сказать, испугать не так сложно, как, скажем, американцев или немцев. Поэтому, я думаю, поляки, в общем, особо ничего не боятся. И тем более, что да... А почему вы думаете, что поляки ничего не боятся? Ну, потому что они гораздо, во-первых, просто смелее, во-вторых, они гораздо чаще имели дело в непосредственном столкновении с Россией. И они прекрасно знают, кем они имеют дело. Потому что там люди, конечно, кровожадные, но одновременно трусливые. И, к тому же, еще раз говорю, потому что у поляков совершенно непробиваемая позиция. Мы не воюем ни с кем. Мы вводим миротворцев на территорию Украины по просьбе Украины. Это, во-первых. А, во-вторых, мы даже с Россией не собираемся бодаться. Только будем защищать территорию Украины от Белоруссии. Да, простите господи. То есть это должны с Россией... Просто миротворцев-то вводят по согласованию обоих сторон, если я не ошибаюсь. Поэтому, если будут кого-то вводить, то Россия же-то не защищает мифта. Есть же как раз вот эта 51-я или 52-я статья Устава ООН, которая позволяет любому государству обращаться к третьему государству с просьбой о оказании военной помощи в защите своего суверенитета, целитеральной целостности и так далее. Сейчас делает Россия абсолютно то же самое в Сирии. По просьбе сирийского правительства туда введены российские войска. И Россия говорит, мы имеем полное право. Вот Украина, в принципе, может с Польшей то же самое сказать. По просьбе украинского правительства на Волыне, условно говоря, вводится войска. Мы не знаем, будет ли это. Но надо понимать, что Польша к подобному развитию событий сейчас, очевидно, готовится. И я думаю, что это было бы не самое плохое развитие событий. Поскольку, конечно, давайте честно говорить, западная Украина должна стать абсолютно безопасным в плане и защиты от авиации, и от наземного вторжения регионам. Поскольку, конечно, в районе Киева, Харькова осуществить это сейчас невозможно. Но в западной Украине, на Волыне, в Галичине это запросто можно сделать. И я думаю, что самое время этим заняться. Если с помощью Польши это получится сделать, я буду доволен. И я думаю, что многие другие люди тоже будут довольны.